Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильные осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 18 метров. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 10-15 тепла. И местами до плюс 9. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 12-14 тепла. Сегодня мусульмане всего мира отмечают день окончания поста в священный месяц Рамадан. Ураза Байрам один из главных мусульманских праздников. И он известен под названием Ид-Аль-Фитр или праздник разговения. Три десятка дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Совершали богоугодные дела, раздавали милостыню. Вечерами в мечетях совершали таровых намазы. В эти минуты жители в праздничной одежде собрались в мечетях. Имамы сейчас читают проповедь, а затем пройдет коллективный намаз. После верующие будут поздравлять друг друга, будут посещать могилы родственников, дарить подарки, готовить угощения. С праздником Ураза Байрам жители республики поздравил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Вот приблизился гаид Рамазана. Дай Аллах, чтобы этот гаид, он был благодатным для всех. Очень много людей в этом году держали у разу. Я еще видел, по дороге выставляли водичку, финики. Те, которые проезжали, если застало их время, чтобы они там открывали пост. Дай Аллах, чтобы Аллах принял наш пост, принял наш дуа, наш фитр, фидья, который мы уплачиваем, и чтобы на следующий год живыми, здоровыми, чтобы мы дошли до этого дня. Саламу алейкум. Ва рахматуллах и тааллах. В наших выпусках мы рассказывали о том, что магистант КЧГУ Марата Айбазов стал амбассадором всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». А сегодня мы хотим познакомить вас с молодым координатором этого конкурса. Это также студент КЧГУ имени Умара Алиева Курман Джукаев. В эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белле Джазаевой о том, чем занимается их команда и что в будущем будут делать участники конкурса. Доброе утро всем. Доброе утро, Курман. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня приехал к нам в гости. Курман, я знаю, что ты являешься региональным координатором всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Для начала я хочу узнать, что это за конкурс «Твой ход». Как-то у нас не на слуху это название. И как ты стал координатором, собственно? «Твой ход» — это всероссийский студенческий проект от Росмолодежи. А как ты стал координатором? Еще в прошлом году я был участником второго сезона. Еще с прошлого года я был заинтересован в этом проекте. И вот когда был отпор на регионального координатора, на должность регионального координатора, я попробовал, взял все условия для этого. И вот на прошлой неделе мне сказали, что я стал региональным координатором. Я хочу у тебя спросить, вот в чем суть этого проекта? Чем вы занимаетесь, собственно? Какая работа проводится? Деятельность какая? Наша команда занимается реализацией различных мероприятий, помогает другим студентам, у которых есть проекты. А каким вы видите будущее своего вот этого проекта? Планов много, но самая главная цель – это привлечь как можно больше студентов нашего региона в проект «Твой уход» и постараться выиграть 1 миллион рублей. Ну, я желаю вам успеха. Я думаю, что все у вас получится. И спасибо, что сегодня утром приехал к нам в гости. Спасибо.